Мы все ходили, знаете, в перерывах, мы все ходили, был такой, нам напекли вуйки такие кирпичики, значит, хлеба. И самое классное было, то что мы могли себе отрезать кусок хлеба, положить сыра. Мы все-таки, мы все именно вот так вот ходили радостно в перерывах, что мы могли урвать этот кусок хлеба с сыром. Я вам правду говорю, не было возможности приготовить горячую пищу. И там уже где-то в конце вечера кто-то умудрился все-таки развести костер, и у нас была какая-то типа похлебка. Это было просто счастье. Поэтому всей команде огромное-огромное спасибо. Все очень старались. Вот вы спросили про стилистов. Соня Солт изготовила все костюмы для танцоров. Для меня шил костюм Лейк, собственно, который позавчера получил лучших дизайнеров Украины. В общем-то, команда просто супер-класс. И я очень довольна, что это видео получилось настоящим. Она настолько в нем есть вот эта вот... Знаете, наверное, все-таки природа, сама природа распорядилась, чтобы в наших глазах, в наших жестах была вот эта вот боль. Все-таки нам холодно, нам голодно по-настоящему. Понимаете? Вот тут нет ни грамма игры. Я падала на траву, меня заливало, я валялась в этой грязи, ко мне подбегала Света Римакова, поправляла грим. Я говорила, Света, уходи, потому что некогда поправлять грим. Нам нужно танцевать. Мы все замерзли. Я готова была, что угодно, пусть у меня будут перекошенные волосы, там все. Но главное, чтобы мы все, нас 35 человек танцоров, мы должны были двигаться все очень гармонично, чтобы мы не потеряли вот эту эмоцию. Для меня важнее было, это не видео про красивые губы и летящие волосы и локоны. Нет, это видео про то, как люди борются за свою землю. Они понимают, что пришла беда, что уже появились эти космические корабли, и вот они понимают, что их уже просто трясет от этого всего ужаса. Они не понимают еще пока, с чем пришли эти пришельцы, с добром или со злом на эту землю. Но они уже в тревоге. И вот эту тревогу нужно было передать. Поэтому уже вам, конечно, судить, насколько нам удалось это. Ну вот я вам могу сказать, что на площадке именно царила постоянная тревога. Тревога за то, чтобы не простыть. Потому что ну просто все практически были... Ну правда, просто очень было холодно. Было 9 градусов. Ничто не предвещало нам такую вот беду. Беду в начале лета, когда за день до съемок было 30. На той же горе. Ребята приехали за день до локации, они загорали. И вдруг резко 9. Наверное, так надо было.